Здравствуйте, дамы и господа! С вами Dice Master, я приветствую тех, кто смотрит это в записи. И прохождение Endless Space 2 за Горацио продолжается. Был достаточно такой внушительный перерывчик, как у меня обычно в последнее время происходит. Но возвращаемся к игре. И если вкратце, сейчас мы находимся в состоянии войны с Люмерис, с нашими соседями, которые довольно опасно выглядят. Они сейчас осаждают систему Нолин, вот в этом краю галактики. Точнее говоря, это можно даже назвать центром нашей галактики, потому что, если отдалить, видно четыре рукава и центр. И в центре как раз находится скопление звезд, среди которых наша звездная система и как минимум три звездные системы Люмерисов. И вот у них тут достаточно внушительный флот силой в 901 единицу нападений и 1000 защиты атакует нашу несчастную маленькую звездную систему, в которой остался всего один-единственный житель, один-единственный Горацио, который там трясется, боится на этой джунглевой большой горячей, ну, точнее, маленькой горячей планете, и просто не знает, что делать, как спастись от этих захватчиков, которые вторгаются. Но я думаю, мы с этим разберемся. У нас специально для этого летит флот из шести кораблей, у которых вообще не хватит силы, ровным счетом ни на что. И их тупо сжуют, они сдохнут, не сумев сделать вообще ничего. Вопрос, как это решить проблему? Во-первых, я между стримами немного пересмотрел идею, то есть, скажем так, стратегию свою, которую я буду сейчас использовать. Во-первых, мы сейчас изучаем в экономии и торговле вот такую технологию, которая даст нам здания с бонусом производства на горячих и стерильных планетах, что, в общем-то, неплохо, и даст еще штуку, которая позволит вырабатывать деньги в звездных системах, где ничего больше сейчас не производится, ну или где нету смысла сейчас ничего производить, что тоже хорошо. Это я пока оставлю. А вот следующая штука, которую я хотел изучать, это новые лазеры. Мы сейчас лазеры используем, и я прикинул, что на самом деле лазер — это очень плохая идея. Лазеры выйдут нам боком, потому как враги используют в большинстве своем сейчас ракетное вооружение, в частности, люмерис точно. Не говорите мне, откуда я его знал, это наши шпионы нам рассказали. Шпионажа в игре нету, но как бы считайте, что есть. И вот мы узнали, что они используют ракеты. Соответственно, против ракет лучшим вариантом является кинетическое оружие, потому что мало того, что оно позволяет стрелять издалека, собственно, в отличие от бластеров, которые мы используем сейчас, и самое важное, оно позволяет сбивать ракеты, то есть оно как раз-таки является противоракетным вооружением. Это круто, потому как это двойной винт получается сразу. На записях про Арканум, а по Аркануму-то много говорило, про Bloodscape Torment. Да я много чего говорил, но знаете, сейчас такая складывается ситуация, что времени у меня мало, некоторые проблемки со здоровьем еще тоже мешают. И, в общем, я, честно, не вижу смысла чего-то обещать. Я просто решил, что, наверное, лучше стримить тогда, когда есть возможности, желания, то, что хочется. Вот и все. Без всяких там планов долгоидущих, без всяких обещаний, возможно, даже без анонсов заранее. Вот, это наша теперь будет реальность. YouTube наш все. Там записи, скорее всего, будут регулярно выкладываться все же. Ну, как раз Каптас говорит, сколько часов было убито за просмотром вводов на YouTube. И вам спасибо, что смотрите. Так, ладно. Соответственно, мы вместо вот этой технологии возьмем, будем исследовать фокус от плазму, потому как она нам даст, как ни странно, кинетическое оружие. То есть плазма дает кинетическое оружие, а не лазерно-лучевое какое-то. Ну, в общем-то, это логично. На самом деле. Через пять ходов мы сможем апгрейдить наши корабли. Это значит, что вот этот флот, он не полетит сразу сюда. Он на самом деле вернется обратно в Жуин, и там заживет новые апгрейды. И уже после этого полетит дальше. Так, вот такой вот у нас план. Кроме того, здесь в Жее, в нашей столице, в нашей центральной системе с родным миром, Харасо Прайм, строится торговая компания. И когда она достроится, на следующий ход нужно будет построить где-то ее отделение, куда будут отправляться торговые пути. Ну, точнее говоря, куда будут корабли отправляться торговые по торговому пути. И тут выбор-то на самом деле не особо велик, потому как самый лучший вариант был бы, по идее, как раз-таки Жуин. В нем есть ресурсы роскоши, которые нам нужны, которые мы хотели, чтобы эта торговая компания вырабатывала. А когда торговый путь ходит между системами, где есть ресурсы роскоши, то, соответственно, часть производства этих систем добавляется к прибыли торговой компании. И, соответственно, идет в наш, так сказать, имперский фонд запас этих ресурсов. А проблема в том, что эти системы не соединены здесь напрямую, они соединены вот через врага, через Люмерис. И мы сейчас не контролируем этот путь. Поэтому сюда в самую лучшую, на мой взгляд, систему. Мы отправить пока ничего не можем. Выбор получается между Арктурусом, Алвальди и Гейзаром. Соответственно, выбор тоже тут не особо богатый. Если посмотреть на экономический скан, то тут никакого особого у них торгового значения что-то невинно. А не, он в экономике показывает размер у них выработка различных ресурсов. Вот этот вот маленький достаточно кусочек, этот побольше, этот еще чуть побольше. Лучше все, наверное, в Гейзар, хотя Алвальди тоже выглядит достаточно неплохо. В общем, самый главный вопрос, где ресурсов больше. Здесь ресурсов у нас 4 единицы, а здесь у нас ресурсов 3 единицы. Сложная арифметика согласитесь. Привет, шмотим. Я бы посмотрел тормян, говорит Эрд Барон. Тирания. А пиларсы не буду смотреть, хочу сам пройти. Пиларсы, ох, ох, что эти пиларсы, вторые еще того, гляди, выйдут. Я уже не помню, когда, там, что у них, какие планы, но, чу, это все произойдет слишком быстро для меня, я не успею все пройти. Ладно, какие еще у нас тут есть возможности. Электромагнитный щит мы строим. Что еще хорошего можно построить такого здесь вообще прям отличного? Я даже думаю, Вепун 6 не обязательно строить сейчас. супермаркеты для поднятия настроения этому жителю. Вот эти здания. Вот это в первую очередь. Потому что оно повысит выработку мужской силы у нас. Куда же без мужской силы-то? Вавай нет никак. Так. Тут показывается торговля по факту. Да, тут показывается торговля в экономическом скане. Тут как-то выработку торговых путей еще можно увидеть, но это тогда, когда они появятся. Я, в общем, до сих пор не разобрался полноценно, как работает это все. Вообще, проблема интерфейса Stellaris'а в том, что он во многом не очевиден. Ой, Stellaris'а, Endless Space'а. Ух ты уж, такие вещи похожи, казалось бы. Просто игры-близнецы. Ничего не скажешь. И в Endless Space интерфейс очень часто неинтуитивен. То есть, здесь очень много классных опций, здесь очень много полезной информации, но вы ее не видите, пока вы там не будете досконально все изучать. Вот, например, как работает система выборов, система партий, система представителей. Видите, системные представители. Четыре милитариста, два пацифиста и один ученый. А также политическая чувствительность есть. Заметьте, политическая чувствительность и представители это разные вещи вообще. Плюс, ко всему прочему, есть кнопочка маленькая, которую вы можете упустить и не заметить. Нажимаешь на нее, а там воу. Овервью политической системы, политики в этой системе. Например, индустриалисты. Почему 43% поддержка индустриалистов, как бы, ну, точнее говоря, чувствительность 43%. Почему? Потому что были события определенные. Эти события повлияли на определенных жителей таким-то образом. То есть, вот, например, был выполнен квест, повысился уровень системы, а вот пост колонии преобразовался, еще одно событие произошло. Какая-то неприведенная фигня, видимо. И у каждого типа популяции это может вызвать разную реакцию. Одно и то же событие у разных видов жителей может разную реакцию вызывать. Милитаристы, скажем, багапа, они пацифисты, и поэтому у них милитаристские какие-то события вызывают меньший отклик. С другой стороны, хишо являются милитаристами, у них наоборот больше отклик вызывает. Привет, был Мэллион. Второй стрим за неделю Гочи? Как это второй стрим за неделю? Когда первый был, почему я не знаю этого? И в общем, вот эта штука, она спрятана за маленькой кнопкой, которую вы скорее всего не заметите и даже никогда, в общем-то, не будете использовать. И здесь еще куча разных вещей, которые в политической системе очень не очевидны на самом деле. И вот в том числе, как работает экономика, есть экономический скан, экономический экран, а есть торговый экран, трейд. И сейчас у нас торговли нету никакой, поэтому здесь ничего нету, никаких путей, никакого значения торгового системы. Хотя у меня есть такое чувство, что вот это свечение вокруг звезды что-то означает, что фиг его знает. значения нету. Вот. В общем, это просто звезды, ты начинаешь уже просто путать какие-то вещи, не относящиеся к торговле с торговлей. Galaxy View просто галактик, дипломатический скан. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Текущие битвы, законченные битвы, мир, война. Вот у нас есть война и холодная война. А потом что-то за пути линии. System Link for each empire. Связи систем. Связи между вами и другими империями. Что бы это ни значило вообще просто. Ох, сколько всего. Вот в этом Endless Space. Он довольно глубокий, он сложный реально, он интересный, но и местами неочевидный. Так, что еще у нас хорошего есть? Давайте поговорим про то, так, про войну мы поговорили, про науку мы поговорили, про экономику тоже поговорили. Посольство Академии мы строим здесь, а точно мы должны строить именно посольство Академии здесь. Как бы ничего другого нету, а строительство чудес очень долгое, то есть 20 ходов это вообще реально очень долго. Привет, диферидок. Говорит, седьмого днюха стряслась. Поздравляю, разорился на понтовой видеокамеру, а у вас всех тут собравшись как жизнь. Да жизнь как жизнь, у меня что-то так себе. Вот, поэтому думаю, надо бы постримить для поднятия настроения, в общем бы и нет. Надо победить кого-нибудь виртуального и почувствовать себя лучше от этого. Продолжается вторжение на лин, и мы уже не можем использовать конскрипшн. Это довольно неплохая штука для обороны звездной системы, потому как она позволяет конвертировать население вашей звездной системы в человеческую силу, то есть в бойцов, которые будут защищать. Это, по сути, мобилизация вы берете людей, отрываете их от работы, от семей, от уютного просмотра телевизора по вечерам и отправляете в мясорубку умирать. Очень круто вообще. Сколько веков уже так делают, только без телевизора. И мы, естественно, уже никого не можем больше использовать, потому что мобилизовали всех, кроме одной единицы населения последней, ее мобилизовать это очень плохая идея. Мы будем систему защищать. Тем более здесь вторгающихся достаточно мало. Посмотрим, чем это закончится. Полным разгром наступающих. У нас тоже есть небольшие потери, но в целом все хорошо. Война народная, священная война, да, оборона на Лина продолжается. в целом есть проблема, потому что потихонечку, а нет, смотри, все хорошо. Прироста нету, убыли нету людской силы. В общем, мы сейчас держим такой статус кво. Они сидят на орбисе и блокируют систему, мы сидим на планете и продолжаем строить нашу оборону. Скоро мы прилетим, отобьем, все возможно, не факт. Так, у нас появились ремнанты в Арктурусе. Ну, чем такая, не самая лучшая на самом деле. Лучше бы Харатсо появлялись бы. С другой стороны, ремнанты. Ремнанты, по-моему, хороши тем, что они дают при ассимиляции производства, ведь так? Давайте быстренько посмотрим. Да, они дают деньги производства нашему населению, когда мы их ассимилируем. Это очень круто. Так что пусть плодятся. В принципе, это хорошо, на самом деле. Зря я на них гоню. У нас построилась торговая квартира, чтобы квартира торговой компании торговая квартира. Мы теперь должны построить ее отделение где-то. Вопрос, где? Сейчас создадим флот небольшой. Отправим в Арктурус его и подумаем, где же строить штаб-квартиру. Мне кажется, что у этой системы больше гораздо перспектив, чем у этой. Тут вот всякие газовые гиганты, они как-то не очень. Тем более, она вообще на окраине галактики, самая дальняя, поэтому все пути из других торговых компаний, которые у нас появятся в будущем, они сюда будут идти дольше и будут давать больше профита. А профит это всегда хорошо. Поэтому, поэтому нам нужно построить отделение торговой компании как можно быстрее, это будет первым приоритетным нашим делом здесь. Торговая квартира, там в случае у меня красные фонари на входе, в голове стоит главная торговая мама. Торговая мама это улимерисов, у них там собственно все на торговле помешано, абсолютно они такие прожженные торговцы, у них торговая мама глава. Какая космическая лягушка Милфа. Ну, мы тем временем летим кораблями дальше, прилетаем в систему, где нам нужно было выполнить задание, привезти туда флот. Теперь нам нужно... А, нет, мы получили Гиперий и получаем новое задание, за которое получим пиратские лазеры, которые нам скорее всего нафиг не нужны, но смысл в том, что нам нужно победить флот, который есть в этой системе из трех пиратов. У пиратов достаточно все серьезно, 500 нападения, 350 защиты, у нас поменьше нападения, побольше защиты, но с другой стороны, пираты тоже используют ракетное вооружение, точно так же, как и люмерисы. Поэтому мы отсюда сейчас свалим, сразу мы не будем этот квест выполнять, нам нужно перевооружиться, а для перевооружения нам нужно еще технологию изучить, это все в процессе. что у нас там за события? Увеличение стоимости стратегических ресурсов, самое время гиперий продавать, без шуток. что еще мы можем хорошего сделать? Давайте посмотрим, нам, во-первых, нужно два флота минимум, то есть нам нужно 14 кораблей, вот 7 здесь есть, здесь у нас один летит, здесь два производится, это хорошо, мы, конечно, потом перевооружим обязательно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, где-то седьмой нужен, ну да, вот здесь седьмой, вот того у нас семь кораблей будет. У местных пиратов есть своя планетка, где властвуют исключительно картели, если ее разорить, то пиратство уменьшится, говорит Дикий Редок. Мне бы сейчас, знаешь, найти бы не пиратов, а найти флот Хорацио беглый, который куда-то сбежал, а теперь вообще непонятно, где он. Он очень нужен, потому что это крайне важный квест, он дает производство во всех системах и ведет к другим квестам на производство, что очень круто и очень нужно мне. Но флот куда-то исчез, их было два реально, я помню, один я поймал, а второй куда-то смылся и все. Возможно, его кто-то другую убил, например, наши враги. Не знаю, все это очень грустно и похоже на какой-то баг. Ну чё ж, продолжаем. Вроде все у нас по плану идет. Упс. Тут у них внезапно усилился натиск на нас. и здесь уничтожен был гражданский корабль, который вез еду, скорее всего. Грустно, конечно, грустно. А левелапу нашего главнокомандующего флотилией что у него хорошего есть? Дэмэджон флит, движение, пробочки. На самом деле, как флотоводец, он не очень крут, такое чувство. Наука бы, была бы лучше бы, явно. Влияние, счастье, еда. Не знаю, может быть, он как раз-таки мне был бы не очень интересен если бы был бы губернатором. А разве не на том стриме они свалили в туман, грязи, кередок? Желтые такие, предыдущее сообщение, это вопрос был. Ну, желтых, да, я помню как раз-таки. Куда свалили, я не помню, к сожалению. На прошлом или позапрошлом это было тоже что-то уже все как-то из памяти стерлось. Такой герой нам не нужен. Ну, какой есть, как бы. Че завезли. Ну, на линии теперь стало больше жителей. Плюс дополнительный харацио у нас появился. красота. Остальные умерли, но че поделаешь. Так, 35% у нас. Как мы можем это поднять, кроме того, что вот это вот, например, построить за 10 ходов? Наверное, прямо сейчас никак. Единственное, что только деньгами ускорить. По идее, мы могли бы это сделать, но я не знаю, у меня такое чувство, что это, наверное, будет плохое вложение денег, лучше деньги во флот вложить. Это он просто тупо отбится, а потом это мы видели. Все, у нас вроде теперь следующий ход. А, забыл, корабль нужно было быстренько взять и отправить в Арктурус. Другой корабль тоже. и здесь тоже у нас корабль. Все вроде нормально. Далее. Далее у нас исследовалась технология, которая позволяет строить нам индустриальные штуки такие. Искусственный интеллект на фабриках. рабочий рабочий искусственного искусственного интеллекта. Ну, давайте построим здесь, потому что здесь как раз-таки две планеты, которые горячие и стерильные. Одновременно здесь будет очень в тему как раз-таки именно это здание. Ну, это скорее не здание, а улучшение, конечно. Не думал ли переходить на фриланс, спрашивает Дикий Док. Можно Патреон попутно открыть. Очень удобно и реально работает. Да, насчет Патреона это хорошая тема. Он реально работает и реально удобный. Это я согласен. Но мне все время как-то кажется, что для того, чтобы начать бабло собирать, нужно все-таки какие-то обязательства перед людьми выполнять, которые тебе бабло отдают. То есть нужно регулярнее стримить. А с этим пока проблема. И не факт, что я действительно их буду прям вот срочно решать. Закончился. ивент. И далее мы исследуем как раз-таки такое нужное нам кинетическое оружие. Индустриалисты преобладают, за ними идут милитаристы. Что у нас сейчас в Сенате? У нас сейчас в Сенате как раз-таки индустриалисты находятся. хотя у нас демократия, а две вторые партии где? Интересно. Ох уж эти индустриалисты взяли и просто подмяли под себя Сенат. законов хороших у нас к сожалению пока нету. Счастья мы уменьшать не будем безусловно. Деньги в науку преобразовывать тоже наверное не станем. Нам нужно сейчас флот будет апгрейдить. Смотрел ли я новый аддон на XCOM? Как мне? Нет, аддон еще не смотрел. Меня немножко смущает то, что у меня не закончено прохождение и начинает соответственно прохождение с аддоном. Можно конечно не стрим и просто ради себя так сказать в соло попроходить без всяких комментариев. Но с другой стороны что-то как-то вот когда ты что-то не закончил а выходит новый аддон для этого это довольно грустная ситуация демотивирует чутка. И Билл Меллин говорит, что ему кажется будто именно таким должен был быть XCOM в самом начале второй XCOM. Возможно у меня есть кстати некоторые мысли что возможно даже не совсем таким я пару стримов смотрел пару каких-то видео на ютубе видел но сам еще не играл вот но и по каким-то первым впечатлениям они безусловно добавили контента немножко некоторые вещи изменили в лучшую сторону но все равно такое чувство что вся идея сопротивления она как-то немножко не до конца правильно реализована не так как следовало бы это сделать открой открыт ангри дикий рядок у патреона есть два режима первый это когда у людей бабло регулярно списывается а ты делаешь продакт нейм когда захочешь и второй когда деньги списываются только тогда когда ты выпускаешь продакт нейм например один чувак которого я поддерживаю пишет дикий рядок собирает деньги только тогда когда выпускает новый комикс стесняется видимо слишком порядочный привет манго чайлд да добро пожаловать на стрим ну в общем насчет монетизации смены деятельности на фриланс и на стриминг такой фуллтайм ну не обязательно фуллтайм конечно не обязательно стриминг на более творческую деятельность это все круто безусловно вот но прям вот сразу что-то сказать я не могу просто на эту тему ладно у нас прибыли корабли сюда давайте их объединим в один флот назначим им главнокомандующим того Горацио который у нас как раз таки сейчас управляет другим флотом там он не особо нужен будет даже тот флот застрял и он скорее всего уже рип все а здесь он будет в тему соответственно апгрейдим корабли нам нужно давайте нажмем авто дизайн так ага конечно конечно у нас сейчас технология не заисследована я-то думаю что ничего не апгрейдится уже так хочется просто взять всех там направо и налево побеждать нет здесь мы сидеть не будем полетим так ага здесь еще есть у нас а нет 8 это потому что еще герой появился я-то думал 8 кораблей типа 7 еще один построен нет построен будет только на следующий ход у нас будет 2 корабля достроены в джеи что после этого будет строиться хороший вопрос здесь к сожалению горячих планет да нет вот одна есть горячая планета и одна стерильная соответственно на этих планетах нам айлейбор даст достаточно прилично производство строится это 5 ходов будет и потом я попробую какое-нибудь чудо построить но не факт что я успею потому как крейвер возможно успеет гораздо быстрее крейвер как ни странно очень ребята такие знаете продуктивные они очень быстро высасывают ресурсы с планеты имеют большие бонусы к производству к еде к науке ко всему абсолютно но в короткий срок однако расплодившись по всей галактике они все дальше и дальше эксплуатируют этот бонус на новых планетах поэтому если посмотреть сюда они сейчас в топе это самая топовая по очкам цивилизации в галактике укажите крейверсы привет винкрак давно говорит не заходил на твои ламповые стримы ну что ж добро пожаловать назад приятного просмотра здесь у нас как дела пока все так же у нас как минимум 11 ходов вот насчет как минимум это я зря сказал как максимум 11 ходов до тех пор пока не кончится обронять силы оброняющихся на этой планете они потихонечку тают но через 10 ходов я надеюсь эта тенденция может измениться потому как у нас достаточно много еды производится и часть этой еды будет способствовать производству новых защитников патриотов славных бойцов поехали дальше под экском и сопротивление лучше всего показано сопротивление кого-то под чьим-то гнетом в игре 7554 реальный PC с разрухой отчаяния народа чувствуется пишет Дикий Редок правда так и недопрошел ливил дизайн там одновременно шикарный и жопа выжигательный ну не знаю я даже про эту игру не слышал ни разу никогда поэтому сложно что-то сказать это вообще старая игра какая-то или что в каком конкретно жанре честно интересном в жуюне у нас уже полностью все заселено возможно имеет смысл колонизировать что-то еще давайте посмотрим что колонизировать можно маленькую арктическую планетку скорее всего вот эту но она к сожалению необитаемо то есть мы вообще ничего не можем сделать да можем попробовать нельзя на туризм agency построить что-то такое чувство что-то все-таки это не лучшая идейка 5 ходов строится будет корабль 5 ходов возможно колонию стоит реформировать в саванну это 30 ходов будет занимать офигеть просто какая производительность труда вы только посмотрите 78 производства всего стратегических ресурсов здесь нету плюс 1 на планету это всего добавить нам 7 единиц производства что тоже не ахти как круто давайте попробуем левел 2 модернизейшн сделать вот потом подумаем игра 2011 года про нее в ютюбе почти ничего не известно это action fps он как так дай-ка я сейчас в гугле сейчас что-нибудь забью оставлю себя во вкладке чтобы потом просто не забыть посмотреть вряд ли конечно я вот играть буду но просто интересно окей возьмем еще один флот создадим отправим в арктурус где-то у нас здесь пираты летали я помню правда их не видно пока ну это к лучшему левелап у губернатора что-то с тул типами какие-то проблемы заметьте здесь не показано что дает конкретно этот скилл хотя это раньше точно помню был какой-то скилл который я осознанно брал и он реально что-то давал хорошее ну относительно хорошее а здесь тул тип глючит нализало одно на другое так ну пусть-пусть предположим что еще мы можем взять о отличная штука плюс два к депозиту лакшери ресурсов ресурсов роскоши прекрасно ресурсы роскоши очень нужны сейчас в endless space для апгрейда систем апгрейды систем нужны для того чтобы можно было бы больше систем в империи иметь когда вы достраиваете систему до четвертого уровня то тогда появляется возможность в ней построить здание которое уберет эту систему из точнее говоря эта система перестанет влиять на лимит колоний которые у вас может быть в галактике как бы она становится более автономной и перестает влиять на аверклонизацию ладно в общем поэтому берем ресурсы роскоши действительно хорошо губернатор сидит в жее и здесь у нас есть наверное самый важный нам ресурс роскоши addon incense потому что именно этот ресурс роскоши по дури реально ошибка была конечно но по дури в общем я его выбрал как ресурс для первого уровня апгрейда ресурс хороший но хороший он был бы например для второго уровня апгрейда а для первого нам нужно было бы брать войтстоун который дает производство и производство там по-моему плюс 200 или 100 что ли в системе это очень хорошо это отлично можно было бы модернизировать системы достаточно неплохо потому что посмотрите у нас вы уже считаете 200 то есть это как минимум на 5 систем на 5 модернизаций а здесь addon incense у нас очень мало и в результате я не могу модернизировать систему до второго уровня поэтому до третьего их еще тяжелее модернизировать а до третьего собственно нужно уже два слота заполнить какими-то ресурсами один из них скорее всего останется addon incense потому что хочется все-таки влияние иметь вот такие дела сегодня только космос да волос космос космос это хорошо поехали сюда второй флот второй флот что-то у нас произведено все хорошо можно оттяпать в какой-нибудь слабенькой империи небольшой индустриальный мир где планеты богаты ресурсами да можно конечно надо взять такую маленькую империю у них есть небольшой индустриальный мир целых два ну вообще неплохая система согласитесь атолы это наверное одни из самых лучших планет для колонизации по крайней мере земного типа планеты тоже хорош пустыня в принципе не так уж и плоха вполне терпимо токсически надо жить реформировать крейвера клонизируют что с пепельной миры слушайте крейвера кстати насчет исследований у нас сейчас на этом ходу на следующем точнее говоря закончится плазма и мы пойдем в исследование гравитонов потому как это даст нам во-первых технологию которая позволит увеличить науку науки у нас мало реальному и во-вторых колонизация Арктики очень нужна потому что у нас есть места где я бы хотел колонизировать Арктику например в Жуюне но я сейчас этого сделать не могу здесь вообще кроме Арктики нечего колонизировать еще есть айс как бы но айс не айс как бы это не звучало каламбурно еще одна Арктика здесь пожалуйста в Арктурусе дальше в Валвальде Арктики нету ну и ладно здесь у нас Арктический мир на нашей домашней системе потом перемещаемся так потихоньку потихоньку здесь Арктического миров Арктических миров нету в Налинии на линии есть ледяной мир но это отдельная технология ее мы тоже как-нибудь изучим да дикий рядок хорошая штука была по-моему я помню из какой-то программы может так же с Атолом сделать обязательно сделаем обязательно вот здесь бы все в конце концов тупо бы снести разбомбить но бомберов пока нету в игре приходится захватывать потом захваченное можно эвакуировать безусловно но я не помню как там это все работает честно говоря как там Лира позвивает как там наши амепки в принципе они же неплохи эти амепки экологисты они нам дают денег военную силу науку стольник науки где-то одна шестая часть может быть шестая седьмая нашей науки просто тупо от того что мы в хороших отношениях с этой системой круто да еще 90 науки я пока еще не решаюсь у них ассист взять этот квест по той причине что у нас если мы его выполним хоть в принципе не самая плохая система там саванна лес довольно годные планеты эш уже похуже стратегические ресурсы хорошая аномалия в принципе неплохая система но у нас просто сейчас нету достаточного количества лимита для того чтобы содержать эти звездные системы и состояние радости в империи довольно нерадостная антон фиксер привет тебе говорит он купил пак на тирании аддон то есть там пак квестов и локаций вместо собственно аддона ну да там нет продолжения истории там в середине истории добавлен еще немножечко контента привет роллер давно нет не очень давно играю где-то минут пятьдесят судя по тому что ОБС показывает ну что фокус от плазмы следующий ход мы после этого перевооружим наш флот и отправим отбивать звездную систему куда кстати подкрепа летит у врагов тут у нее все больше становится так апгрейды апгрейдики убираем плазменное оружие и ставим вместо него кинетическое ставим слагу прям как у орков такие космические орки караться уже реально орки однополые плодятся просто как бешеные и летают всех стреляют слагами вот полтысячи денег окей в арктурусе нужно что-то производить что у нас есть у нас есть горячая планета также горячая стерильная угадайте что мы будем делать здесь конечно же AI labor ну а агентство где на террористические тоже можно сделать поставим это в очередь нужна ли нам эта модернизация в очереди пока ее уберем пожалуй это вернет нам часть ресурсов нужно больше шуты red ghost fast почему кораблики не красные хороший вопрос красные кораблики у империи почему-то с этой вселенной явно что-то не так цветовая дифференциация нарушена еще надо громадную чопу на нос корабля да и на таран на таран хихо хихо граццо в нолине плодятся граццо давайте вторгайтесь к нам полностью у нас тут еще защитнички готовы этого четвертый уровень что мы ему дадим хавка производство ну хавка это конечно прикольно давайте вот так вот все-таки производство лучше в любой ситуации желтый кораблик два раза ку это наверное на пустынных планетах так только делают создатели невады делают новый проект говорит зеленблейд я его участник оу круто о чем проект поделись хотя бы как-то тезисном интересном и насколько собственно создатели действительно все те же создатели то есть какая часть из тех людей которые работали над невадой там вообще принимают участие это так понимаю там на всем протяжении времени работа над невадой разные люди работали я конечно не в курсе точных подробностей тут пять ходов ай ай лейбр тоже поставим в очередь гравитончики исследуются ну че у нас готово все для того чтобы выдвигаться корабли апгрейднуты герои есть полетели будем надирать инопланетные задницы вы знаете когда появляются такие сообщения это реально пугает кто-то выиграет через четыре хода и ты только потом смотришь квест значение производства где он там через четыре хода нужно обладать системой которая производит больше всего индустрии в галактике и мы находимся на пятом месте по производству воу награда 500 золота и 75 титания ну не сказать чтобы я отказался от титания но в принципе и без него переживем с другой стороны крейвер явно получит это все в качестве награды у них есть жутко индустриальные звездные системы сколько всего здесь цивилизации 6 да то есть мы на предпоследнем месте по производству а на последнем видимо та самая known empire с 282 очками или что там кто-то кого-то явно уже убивает и вот мы прилетели к пиратам они нас сразу же нападают ой зря так я забыл карточки поменять плохая идея сделаем барыш фаер для того чтобы больше урона получать на 6% включим watch я наконец-таки покажу как выглядят бои здесь космические поехали знал блайт говорит это флаут сонора все же люди работают вышли проходить кто знает смотря что у вас получится но я искренне желаю вам успеха и того чтобы у вас получилась очень классная игра кто же эти квесты выдает ох кто б знал так гитва начинается есть несколько вариантов камеры можно поставить на пробел на паузу паузу не на пробел как ни странно так автокамера фри камера свободная камера а как передвигать ага стрелочками понятно здесь есть вот такой режим овервью когда видно в схематическом режиме что происходит вот мы вот враги вот мы в них стреляем и вот враги потихонечку кончаются вот они стреляют ракетами и ракеты до нас не долетают один флот сейчас кончится мы по второму стреляем и они ничего сделать не могут абсолютно ракеты не долетают вылетают циферки воу синие кружочки против красных кружочков победа немного сумбурно red fat dragon говорит что-то на твиче мало сообщений придется движуху делать да и давно вовку заходил сегодня с утра решил впервые за пару месяцев зайти и понял что наверное не особо не охота вот играть не знаю очень много времени к сожалению вов съедает поэтому ощущения такие какие-то что вроде бы да местами интересно но как подумаешь что в итоге все это просто тупо опять сожрет кучу времени становится грустно вступительный ролик скинуть это интересно мы победили флот получили лазеры прекрасно теперь наша задача лететь сюда и отбивать систему тут спорный вопрос хотим ли мы лететь одним флотом или дождаться второго флота тоже возможно пора лететь реально сколько у них силы там 900 и 1000 точно так же на подлете еще 370 атаки но у нас немножко другое вооружение и оно гораздо более эффективно против их вооружения поэтому можно сюда отправиться я думаю через три хода мы прилетим и сможем что-то сделать тем временем что тут происходит тихонечку убыль вооруженных сил но как-то медленно идет это дело не хочу вот этот флот тоже апгрейднуть поэтому он будет сидеть продолжать здесь и осаждать ингрис не знаю много ли нам это даст но по крайней мере флот мы сохраним живыми куда им еще лететь и как только собственно эту систему мы начнем отвоевывать как долго сюда лететь вот вопрос ну ладно когда будем прилетать когда один ход останется можно будет отправиться флаза фронтир нет зики рядок что-то плохо помню разработка идет полным ходом давно не что-то что давно не публикуют новые тизеры будешь проходить как выйдет без понятия не представляю я не знаю буду ли я проходить что-то вообще в ближайшие месяцы такие вопросы сложные слишком помнишь да 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 четвертый раз уже пишешь все прочитал я можем ли мы что-то еще интересное здесь сделать вообще по идее я хотел этот флот оставить для того чтобы бронять наш дом могут прилететь еще отсюда к нам друзья-гости давайте здесь тоже апгрейдик сделаем маленький поехали следующий ход что у нас там кстати а ну да у нас же построено теперь наконец-таки отделение для торговой компании посмотрим на торговую компанию вот она валон индастриус ллп она производит 24 единицы даста денег 6 единиц науки 0,7 идон инстонса и 0,6 воинстоуна просто дофигища очень много производит ну и соответственно в зависимости от того насколько хорошо у них дела идут потихонечку будет у нас открываться возможность построить вторую торговую компанию пока они ребята первого уровня у них есть экспириенс он 43 единицы не уверен откуда он берется все что с торговыми компаниями связано покрыто мраком можно сделать апгрейды как на то чтобы их перевозчики улучшить для того чтобы они перевозили больше бабла и науки давайте перевозить давайте перевозить больше науки мне пожалуйста пару чемоданов науки киньте в багаж и второй вариант это ресурсы роскоши и наука давайте плюс 1 сделаем о уже не 0,7 а 0,8 единиц идон инстонса круто я пожалуй еще раз жмакну мне понравилось ничего не произошло просто деньги списали вот она суть торговой компании первый раз что-то происходит но очень незначительное а второй раз а куда деньги дели где мои деньги что происходит вообще Xenon Blade про Fallout уточняет проект готов на 50% 20-летие Fallout предполагаем выпустить правда он еще на доработке но стремительно готовится к выпуску но знаешь я бы про 50% так сказал есть же давно известное соотношение 80-20 80% результата получается с 20% усилий ну или соответственно 80% ну точнее говоря да то есть когда ты считаешь что на 50% все готово это значит что последние проценты в 20 или 10 будут адово сложными и раз в 5 в 10 сложнее чем эти 50% так всегда кажется хотя не знаю может быть конечно у вас все хорошо просчитано и тогда все замечательно как в соус парке ваши деньги переходят на этот счет теперь на офшоры теперь на счет банка в другой стране теперь на новый офшор и все они пропали да редфеддрэгон соглашается насчет вордла фаркрафта сам говорит хотел зайти с новым патчем дать хрюка по шуму титана но что-то плохо стал когда вспомнил о всей этой проклятой повторяющейся задачи по сборе шмота и сил артефакта да это реально демотивирует когда ты понимаешь что тебе нужно фармить что тебе нужно фармить подземелья фармить рейды тебе нужно фармить вордл квест тебе нужно фармить какие-нибудь там очки какие-нибудь незершарды или еще какую-нибудь хрень тебе нужно фармить сил артефакты ты просто понимаешь что это такая фармиловка жесть не все не хочу больше не реально знаете за последний где-то год я вов очень плотно наигрался получил массу положительных удовольств и было без шуток интересно давайте ход закончим раз уж я тут начал ударяться в какие-то пространные рассуждения вот было интересно но когда гринт стал вот просто чисто основным блюдом когда все интересное другое потихоньку отошло на последний план и чувство новизны улетучилось окончательно то что-то уже расхотелось отыграть фарм 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 достиг 90 уровня фарм фарм не роллер достиг 110 уровня там фарм ты уже отстал от жизни но с другой стороны стоит сказать все-таки у blizzard очень хорошо получилось с последним дополнением оно реально интересное даже фарм поначалу очень интересное но каким бы он не был поначалу крутым фарм рано или поздно надоедает так что у нас здесь корабль прилетел давайте его сразу апгрейдим правим сюда же здесь у нас есть цивилин шип насколько я понимаю мы его уничтожим и 900 денег получаем нифига себе грабительство караванов вот это ограбление по-крупному просто был 90 ну 110 стал 100 был в предыдущем дополнении в дреноре по-моему вот сейчас уже 110 в легионе нужно отдохнуть от гринда вови поиграй снова в йогурт о шинзаре астероиды ждут твоего бура о да весело копать это мем из его онлайн я помню как-то давным-давно уже много лет назад на еврокоме на форуме в разделе рекрутингом там кто-то писал типа вступайте в нашу корпорацию будем весело копать это звучит настолько просто нелепо потому как копка в еве это самое унылое что вообще существует наверное не только в еве но и во многих мморпг так что так что что я не понимаю это что делает этот флот здесь он где находится он в системе находится или нет вот этот флот вроде как в системе а этот что завис в небытие рекрутируется в небытие или что с ним там происходит что-то странное однозначно ну не будем их отвлекать от этого важного дела сидеть висеть в космосе и делать что-то странное классик ммо не на самом деле вовка не классик ммо это фильм парк такой сотни прописанных героев с глубокой историей платным взаимоотношения плотным чувствуете да сразу как и говорился платные взаимоотношения да да там платные взаимоотношения кругом просто давайте поддержим милитаристов все проголосовали подсчет голосов закончен и централизберком объявляет результаты голосования индустриалисты все еще удерживают лидирующие позиции в сенате милитаристы подтянулись и немножечко пацифисты у милитаристов есть свой герой это вот это дерево милитаристичное они как бы вообще пацифисты вот эти деревья но не все как и люди то есть вроде все люди сволочи но не все вроде есть исключения вот и такое дерево необычное лидирует теперь у нас в партии и является лидером милитаристов что это нам дает это дает нам дополнительный закон law of late cost rule это закон который позволит производить корабли с гораздо меньшим вложением очков индустрии то есть быстрее их производить это очень хороший закон на самом деле замечательный с учетом того что у нас сейчас война идет можешь поддерживать любую партию в принципе пофигу все равно будет единая галактика да побеждает единая галактика нет о дикий рядок у нас до этого была диктатура уже в самом начале когда мы начали игру у нас была диктатура побеждала единая галактика это партия экологов они нам нужны были для того чтобы колонизировать другие планеты потому как когда экологи находятся в сенате на лидерствующей должности то они дают специальный закон который позволяет колонизировать даже не колонизируемые на данный момент миры с определенными пеналити но позволяет все же их колонизировать это очень круто доступен закон который позволяет улучшить дипломатические отношения на 30% дешевле нет уж спасибо дополнительные стратегические ресурсы и производство на стратегических ресурсах мне бы все-таки не стратегические ресурсы нужны были наверное а ресурсы роскоши у кого это в какой партии я не помню но да ладно в принципе нужно поддерживать милитаристов потому что чувствую так или иначе все сведется к захвату галактики нам нужна поддержка этих воинственных ребят ну что сейчас будет вторжение вторжение домой да смотрите они сами на нас нападают дураки ой я опять забыл карточки сменить вот дурака давайте посмотрим сюда какие у нас вообще в принципе они доступны если что-то что действительно я бы хотел бы сюда поставить а бараш фар например вполне себе у нас уже ездит пара тушилд нам не нужен нам нужны дальнобойные тактики сэмс ром скреп поступ анализ ну видимо да на самом деле их менять не имеет смысла будем использовать бараш фар потому что врагов реально много давайте сейчас распределим наши флоты можем ли мы сюда переместить нет нужно больше команд поинтов к сожалению у нас маленький флот относительно ну что ж мы подготовлены они тоже подготовлены мы разделились на два фланга в принципе наверное так и надо привет китаура нет ужин не подгорает рано еще ужинать еще мы не знаем какое у них вооружение но на самом деле знаем поехали смотрим битву очень важный я бы сказал определяющая битва сразу же в овервью переходим у них весь флот по одной линии летит плотненько полетели ракеты сбивается часть ракет часть ракет вроде бы попадает у них потихоньку кончаются хитпоинты но они все же наносят повреждения нашим кораблям ага у них корабли кончаются теперь ракеты перестали долетать отлично у нас из потерь один корабль а у них полностью флот уничтожен выкусите это кто-то отступает да прекрасно теперь мы можем вернуться сюда проапгрейдить наши корабли и после этого даже не знаю вторгаться наверное сюда сложно будет нужно построить дополнительный флот специальных кораблей десантом с помощью которых мы можем захватить это все это битва говорит роллера покруче чем в звездных войнах ну тут есть несколько вариантов камеры но по-моему этот схематичный режим он самый прикольный Xenon Blade окей замечательно ты не торопись в конце концов если вы действительно что-то реализнете в относительно ближайшее время все равно это увижу какой великатный геймплей сражений говорит Дикий Редок все же самое клевое РТС с самыми клевыми боями это Empire at War в этом очередной раз уверился я уже и не помню играл ли я вообще в это или нет почему-то что-то мне подсказывает что я пробовал играть но мне не понравилось как дела обстоятельства с Ларисом новая обнова скоро выходит в Шинзаре синтетик Дон выходит 21 что ли числа я уж не помню но в общем скоро здесь мы пока посидим подождем этот корабль когда он пролетит чтобы его можно было уничтожить я передумал лететь назад так что тут тут у нас снята блокада это замечательно у нас уже 4 жителя здесь тоже есть Eden Incense такая отклонизированная планетка и мы строим не уверен что я хочу вёпом строить именно hotfetile стратегических ресурсов на этой планете нет есть на этой я бы хотел что-нибудь на что-то вот такое ну давайте модернизацию все-таки воткнем сюда я ее убрал в предыдущий раз модернизация реально нужна окей и посмотрим что же будем делать уже позже привет дыримеров я здесь пару ходов повешу здесь к нам летит флот люмерис смотрите ахаха сейчас они агребут она здесь уже ждет команда давайте летите у них точно такое же ракетное вооружение я думаю ну скорее всего а у нас как раз таки кинетическое которое закантрит в хлам замечательно что тут у нас вражеский флот жадные пираты третьи жадные пираты а здесь первые яростные пираты ферошис это наверное все-таки что-то другое не яростное не помню как переводится после гравитонов у нас скоро закончится исследование гравитонов что будем делать дальше нам тут еще рекомендует айс изучить 25 производства науки на счастливых планетах что-то как-то счастье нам не особо грозит а вот с другой стороны увеличить размер флота это это очень хорошая идея я думаю возьму вот эту вот штуку ханта лойс ферошис свирепый вроде как спасибо дикий ледок пробую во вторую часть импариат вор поиграть только со всеми патчами и правками баланса вот он говорит реально хорош может неплохо так зайти сколько мне всего советуют и все что такое хорошее крутое где бы еще время найти на это все нам нужно придумать дизайн кораблей специально для высадки десанта что у нас есть из дизайнов вообще которые мы могли бы сделать сейчас explorer colonizer protector attacker у этого атакера больше слотов чем у этого протектора здесь раз два три четыре пять шесть слотов из которых под утилити слоты а нам нужны именно ныне именно утилити слоты для этих осадных модулей и для модулей с людьми с десантом получается сколько все подходят то есть можно шесть модулей вот такого типа саппорт типа сюда воткнуть а сюда раз два три четыре четыре да здесь только четыре получается а нет даже три это что такое чисто защитный модуль к сожалению плохо видно на фоне самого корабля что за значок они такие довольно прозрачные только три модуля это еще есть титаны всякими примочками а здесь тоже примочки только гипери ну да тогда норм когда можно как раз сюда что-нибудь такое воткнуть и вот так вот это что за модуль это защитный модуль я еще обсчитался вот этот модуль не заметил хотя он как раз таки является шестым модулем куда можно воткнуть саппорт всякие примочки а этот модуль не саппорт модуль это защитный и в защитный модуль как раз таки нужно воткнуть что-нибудь такое ну такой дизайн кажется мне довольно неплохим сколько мы получаем от того людей получается у нас 400 дополнительных единиц 400 дополнительных единиц десанта 30 единиц вход уничтожается на планетах десанта у защитников врага довольно неплохо единственное что я хочу еще увидеть перед тем как решить все-таки дизайн отправить производство давайте глянем есть ли у нас что-то что может увеличить количество десанта какой-то саппорт модуль это для системы это тоже для системы во три сотни целых три сотни привет бавария пишет он что пришел с работы и тут приятно тебе тоже приятного просмотра так возможно тогда нам нужно не команд поинты а вот такую штуку изучить ради десанта если тут какие-то дополнительные модули прикольные щелдри лозен реп вижен рейндж проб сток вижен рейндж проб сток флик мувмент поинц это вообще просто огонь но тут такие исследовательские модули конечно не боевые боевые все сверху здесь какие у нас модули здесь модули связанные с тем чтобы шанс выцелить нас был пониже ну да нам нужно эту штуку изучать или даже вот эту а это shield capacity это что deploy command points окей окей разделение как мы назовем как мы его назовем так и назовем Производство повысится на планете И в целом чуть побыстрее дело пойдет Пока Китаура Называй класс корабля Bullet Dodger Потому что He dodges them Не знаю О Экстаз А что это не так экстаз Просто тут Что тут такого-то происходит 50 от Colony Base Leading Political Parties Видимо из-за того, что здесь В Сенате представлены И экзустериалисты И милитаристы И пацифисты Ну и демократия Все радуются, пляшут, танцуют каждый день Праздник демократии Да, плюс 19 демократии Видите, я говорю про демократию Тут реально в списке есть такой пункт 34 от планет А что если мы планету Терреформируем Немножечко так Здесь количество жильцов будет Ну точнее говоря Места для Поселенцев будет побольше Плюс 4 слота целых Вопрос, что лучше Саванны или степи Я вот не помню Куда ведет Какой из этих вариантов На самом деле Есть таблица Целая Колонизация И терраформирование В Endless Space Терраформинг чарт Во Сейчас я найду Даже вам покажу Мы с вами посмотрим Так, терраформинг чарт Во Нашел Сейчас будем смотреть Обновленная игра от Бунги Вышла неплохо Говорит RedFatDragon На консолях Игроки Отзываются положительно Боярам Напокают Destiny 2 Ждать до октября Наши из гильдии Не хотят На современный шутер Грин перейти Не знаю Я точно не хочу Перейти на шутер Гринт Мне вообще шутер Не заходит Итак Вот она карта Да Терраформирование У нас сейчас здесь Токсическая планета Ее можно Либо в степи Либо в саланну Преобразовать Но разницы особой нет Потому что И та, и та В муссонные планеты В дождливые Преобразуются Других вариантов нету То есть что бы я сейчас Не выбрал Это все равно То есть выбор Временный будет Поэтому наверное Нужно выбирать то Что даст нам Больше производства А вот Муссонные планеты Они преобразуются Либо в лесные Либо в земные Заметьте Вот например Земная Лесная И Атолл Сравните У Атолла Шесть производства Здесь три производства Здесь четыре производства Океан два производства Атолл по производству Офигенен По Хавке Офигенен По науке Конечно он чуть похуже У него всего Две единицы науки И у него нету Такого Дополнительного счастья Но Это счастье устарело Во-первых Потому как это Старая очень табличка Такая Схема Да Но скорее всего Просто Сами по себе Бонусы сохранились Относительно планет Друг друга Что здесь например Больше счастья Чем здесь Угу Но Форест выглядит Наверное Более привлекательно Чем Террен А можем ли мы как-нибудь Из токсической Нет С токсической В Атолл попасть нельзя Зато Заметьте Можно например взять Из лавовой планеты Преобразовать в пустыню Из нее в засушливую Из нее в джунгли А оттуда уже в Атолл То есть можно лаву В Атолл преобразовать Но нельзя преобразовать Токсическую планету В Атолл Нет Почему Атолл Столько производства Это же просто Коралловые острова Говорит Дикий рядок Ну да Но как бы А что еще им делать Кругом вода Делать нечего Вот и производят Всякое Постоянно Океанических Правда дела Совсем плохим Так С другой стороны Попасть можно сюда С другой стороны Попасть нельзя В Атолл То есть из Пустой планеты Такой Из ледяной Казалось бы Ледяная планета Преобразуется в Атолл Или океан Ну в Атолл Почему бы ей не Преобразовываться Ну в общем Это такая схема Газовые гиганты Не преобразуются Какие бы они ни были Тереформирования Для газовых гигантов Не существует Вот Вопрос насчет Токсической планеты Тоже решен Понятное дело Что для токсической планеты Нужно идти В сторону Леса Через саванну Наверное Потому что Мне производство Нужно больше Особо ничего Мы не потеряем Было 2 единицы науки И останется Останет 3 единицы науки Даже больше Ну единственное Что мы потеряем Это деньги Так Давайте-ка сделаем Средиземную Земную планету Логика Ёпт Да Логика тут просто Дикая На самом деле До того как Один из Фанатов Во время Early Access Написал Очень большой Развернутый пост По системе Терраформирования И Системе Классификации Планет Классификация Планеты Терраформирования Были еще хуже Во время Early Access Не было разделения На температуру И плодородие Например А сейчас Есть Сейчас Соответственно Сверху Вы там могли Видеть В этой схеме Градация От Холодных планет До горячих планет То есть Например От каких-нибудь Ледяных До лавовых А сверху А сверху Вниз Градация От безжизненных До Наоборот Наполненных Жизнью И Соответственно Это сделало Вот эту схему Терраформирования И саму Классификацию Планет Более осмысленной И более удобной И понятной До этого Там вообще Была какая-то Бредятина полная И Разработчики Прислушались К этому совету К этому посту Который человек На форуме написал И Внедрили Вот эту систему В игру Так что На самом деле Разработчики Индли Спейса Во многом Крутые ребята Они реально Слушают то Что Говорят Толковые фанаты И Реализуют это Они так просто Отмахиваются С видом Мы же крутые дизайнеры Нам видней Как это делают Во многих других Компаниях Что такое Атолы Зачем нужны Преобразования Преобразования Нужно Чтобы было чем Занять людей На планетах Чтобы они Не сидели Без дела А то понимаете Как бы очередь Постройки Кончается Что-то нужно делать Что делать Преобразовывать Из Атула в океан И обратно Не покладая рук Ладно Шучу я Обратно Тоже не получится Зачем Преобразование Нужно Для того Чтобы планета Стала более Жизнепригодной Для того Чтобы люди Были на ней Более счастливы Они жили В лучших условиях Для того Чтобы планета Производила Больше и лучше Всего хорошего И полезного Так что Давайте добавим Сюда в очередь Колонизацию Траформирование В саванны Сколько это займет А дофига займет Как собираешься Побеждать Это хороший вопрос Ответа на него У меня пока нету Так Конец хода Или где-то еще Имеет смысл Начать производство Здесь тоже И лейбро Закончится скоро Что еще Мы тут можем сделать Тут тоже Как бы Есть реформирование Можно преобразовать В пустыню Потерять в производстве Достаточно много Но Приобрести Дополнительный слот Популяция Имеется ввиду Слот И еды Побольше Не уверен Что это прям Хорошая идея С другой стороны Да Пока тут все Более-менее нормально Они даже В целом Счастливы То что уж там Ну что Атакуем Что еще Мы можем сделать Здесь корабль Пока не виден Видимо На подлете Тут пираты Шляются Ну а давайте Атаковать У них же не появилось Внезапно Чего-то неожиданного Да Не появилось Карточки У нас Все какие Надо Выставлены Brushfire Смотреть В этот раз Не будем Поехали Ааа Не Не Давайте Сидим корабль Сюда Перетащим Просто По фану Или нет Или да Или да Или да Или да Вот так вот Все перетащим В один Центральный слот Без потерь Вообще Без повреждений Почти что Вот тут вроде бы Видимо Кого-то поцарапали Чутка Где-нибудь Хитпоинты Пишут Да 2577 Из 2889 А как Xenon Blade Влияние В империи Уменьшилось Печальненько Зато там В Калгерсе Кто-то Появился У нас Новые Инопланетяне Которых Нужно Выгонять Вообще Всех Отсюда Нужно Выгонять Кроме Горацио По той простой причине Что у нас в этой системе Горацио получает Бонусы Дополнительные Есть какое-то Здание Которое я строил Уникальное Где оно Вот Плюс 4 На Горацио На каждого Горацио Плюс 4 Дополнительного Производства Поэтому нам нужно Потихоньку Людей отсюда Отправлять Потому как Смотрите Тут уже почти Все заполнено И Даже Intensive Cultivation Возможно Имеет смысл Построить Но Это Не точно Это Кто Звали Калгиросы Фертайл Планеты У нас тут Отсутствуют Поэтому Не важно Куда Их Перетаскивать Вот Это На стерильной Находится Это Правильно Как-то Их Может быть Объединить Тебе Сделают Несколько Тяжелых Дредноутов Для Дагфайтов Гради Кюридог Потому что Твои Канонерки При близком Контакте Резко Погрустнеют Да Согласен На самом деле Надо Для этого Нужно изучать Новые корабли И Заниматься Дальше Развитием Военной Промышленности В общем У нас Гораций Здесь мало Всего Шесть Нужно От этих Ребят Всех Перетащить Отсюда Куда Главный Вопрос Куда Потому что Система У нас Ну Мягко Говоря Не супер Давайте Посмотрим Кого В первую очередь Нужно убрать Тех Которые Нафертайл Хотят Жить Так Unhappy Unfertile Unfertile То есть Например Калгерасов Которые Счастье Дают Или же Например Бхагаба Угу Они Дают У нас Исключительно Влияние Влияние Здесь Нам не Нужно У нас Его Так Много Бхагаба Можно Перенести Отсюда Когда Мы Перенесем Бхагаба На Какую Нибудь Планету Где Есть Плодородие Вот Сюда Например Здесь Здесь Плодородные Системы И вообще Хорошее Место Отличное Прекрасное Здесь У нас Плодородных Планет Не очень Много Не завезли Вообще Здесь Даже Смотреть Не хочу Вообще Все Плохо Хотя Планеты Много В Валвальде Тоже Звездная Система Не Ахтим Здесь Тоже Все Стерильно Окей Значит Перевозим В Нолин А мы Можем Тут Это Лететь Это Хороший Вопрос Давайте Сейв Сделаем Энт Понравились Греби Бавария Да Деревца Неплохие Очень даже Годные Ребятам Интересная игра Интересная Механика После тяжелой работы По терраформированию Греби Редфат Дрэгон Жители Планеты Устают И хотят Побездельничать Отдохнуть Может Желая Сходить В местный Бар Или клуб Чтобы найти Свою вторую Половину Лучше Демографию Ты отправляешь Их на другое Терраформирование И еще задаешься Вопросом Почему счастья На планетах Мало На кого-то Нужно Нацелить Лазер Демократии Так у нас Полная Демократия Что ты хотел Во голове Со мной Самым Демократичным Правителем Из всех Демократичных Правителей Может Перетащить Их В соковыжималку На генный Материал Нет У них Очень плохой Генный Материал Не хочу Что в патче Поправили Патч поправили Ну тут С ресурсами Со счастьем Немножко Правок было Каких-то таких С героями С чем-то еще Я не помню Патч мелкий Достаточно был Вроде бы А Серьезный Крупный патч Он уже на носу Скоро будет Есть уже в бета-версии Можно при желании В стиме поставить Мне еще лететь Будет пару ходов Но Я думаю Переживем Налин Плюс 1 единица влияния За ген сплайсинг Я не хочу получать Хишо вообще Трогать не будем Хорошемов Скорее всего Тоже Хотя уже Более спорно Больше всего Я хочу ремнантов Ремнанты Дают отличные Бонусы Здесь тоже Неплохие У калгерасов Вообще Отличные Вот этих Трех самых Топовых Больше всего Хочется разобрать На гены Все 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 Перетащили Конец хода или не конец хода для чем дронизейшем отлично о моем корабле я уже перестроил